Конечно, мы были в отношениях, при мне эти звонки совершались с Москвы, позвали ее на проект на этот. Меня зовут Даша, меня любят за то, что я открытая, наивная в чем-то. Я мечтаю, чтобы просто было счастье какое-то простое, людское, рядом с мужчиной, которого я буду любить. Я изначально сказал, нет никаких проектов, что прикалываешься, я как молодой человек, твой смысл мне сейчас перед всеми друзьями, перед родителями. Представляешь мне, каково будет? Она такая, блин, ну, я позвоню родителям, объясню, что это шоу. И как так сложилось, что ты пошла на проект? Для чего? Ну как, не знаю, вот пошла и все, я рискнула. Забыть человека пошла. Я не знаю, что будет дальше, но я дарю тебе свое время. Начали придумывать новую версию, то, что типа перед уходом мы разошлись, а после того, как она вернулась с проекта, и мы опять сошлись, что ей стало что-то там плохо, ее надо было поддержать, и она типа сошлась со мной. Естественно, мы были в паре, естественно, мы созванивались, она звонила мне. Первый день я у нее спросил, у тебя есть отношения? Нет, у нее не было отношений. Она вернулась и возобновила свои отношения. Во-первых, она говорит, никогда в жизни бы я не стала так бороться за молодого человека, как здесь, что происходит. Все начинают грызться, все начинают там друг друга что-то оскорблять, там еще какие-то моменты. Я раньше думала, что, например, есть я, и вот есть, например, молодой человек, который хочет быть со мной, и вот он пусть старается. Я никогда не думала, что мне нужно будет делать какие-то шаги. Ну, прикинь, она привыкла там со мной, постоянно под моим крылом, постоянно в защите, постоянно как-то вот тут она попадает в этот, грубо говоря, ад, и начинаются вот эти все сплетни, склоки, вот это все, нервотрепки постоянные. Они снимали по два дня. Хотелось пройти там половину, половину проекта пройти и уходить. Она два раза пыталась уйти, реально мне звонила, ревела не раз вообще. Вот как давали возможность телефона, она мне звонила и говорила, все, я ухожу, я говорю, все, на церемонию уходи. Два раза она реально пыталась уходить. И опять, давай до следующей церемонии, до следующей церемонии, и вот так вот тянули ее. Вот тянули-тянули, я сказал, ну, блин, в любом случае, без всех платьев этих свадеб, но это сто процентов, иначе вообще я просто реально взорвусь здесь. Реально хотела популярности, хотела быть маленько медийным человеком. Но я понимала, что люди на меня подписываются, меня полюбили. Понимали, что будут какие-то рекламные предложения, понимали, что будет какой-то заработок еще плюсом к этому, понимали, разговаривали, хотели купить квартиру, понимаешь? И все вместе вот это как бы делали, делали, строили, и я отпустил по этому. Но в оконцовке все произошло маленько по-другому. Первые полгода мы вот так вот сцепились после проекта, вот так вот мы ходили, не расцеплялись, мы до двух ночи, до трех, до четырех ночи каждый день разговаривали, то есть мы не могли даже с собой, спустя два года прожили вместе, мы не могли вообще разлипнуть. Блин, ну потом вот как по щелчку, знаешь, выходят первые серии вот это, все, выходим на улицу. Даша, Даша, это ты, можно сфотографироваться, и все. И вот у нее прям глаза загорелись вообще на другую историю. Москва реально забрала ее. Но она увидела, она стала независимой маленько от меня, она стала, она увидела новые какие-то места, новые рестораны, новые знакомства, вот эти все новые эмоции. Ну и потом все сходят на нет, на нет, и я говорю, Даша, все, отпусти меня, пожалуйста, я тебя тоже отпускаю спокойно, все, раз ты то выбрала жизнь, живи, я здесь буду и свою жизнь тогда строить. Вообще без обид все классно, без слез, без скандалов, все, мы вот так разошлись, вот это последнее было смс-ка, все, она говорит, я тебя отпускаю, я тебя тоже. И все, и мы разошлись спокойно, дружно, без скандалов, и все. И через месяц я узнаю, она на Криду пошла. Хотя, когда пришла она с пятого хвостяка от Глинка, она прям вот, прям говорила, это ад, это ужас, никогда в жизни такого не хочу. Была счастлива, и не хотела, чтобы это продолжалось как можно дольше. Это лучший день в моей жизни. Я хочу сказать, что ты живешь? Хорошо. Вот человек в очередной раз подтвердил, что нужно опять пиар, нужно все вот это, вот это, вот это. И прям какая-то вот у меня есть информация такая в голове, что она прям сама напросилась на этого Криду, через знакомых, через кого-то опять зашла туда, и чтобы, ну, еще больше, Крид чуть-чуть повеселее и по раскрученному. Я один раз даже прочитал где-то у фан-группы какой-то у нее, она прям девочке так грубо там ответила, что девочка написала какой-то пост про Дашку, и написала, что хэштег поставила актриса. И прям вижу, потом она пишет тут прям грубо, от Дашки вообще грубое слово, никогда она на самом деле добрый человек, хороший. И прям она ответила, ответила, удали этот быстро хэштег. Прям уже не знаю, как она себя ведет, вот честно, не знаю. Хотя этого человека я знал от и до. И сейчас настолько вот я смотрю на нее и не понимаю, реально она уже играет, заигралась, это реально чувства какие-то у нее там были, вообще непонятно. Вот, если ты сегодня спрашивал о гидроплане, почему я называю тебя сучкой, вот сейчас ты понимаешь. В любом случае надо что-то говорить, что ты работаешь, ты же не просто дома сидишь. И, ну, она понимала, что я если скажу просто дома сижу, это неинтересно быть никому. С друзьями открыл кафе, естественно, это кафе Андрея и мое было. Когда все пошла шумиха, когда все это полетело, она такая, Сергей, давай это уберем отметки, там это, это, это. И вот прям сидела и все отметки так, блин, мне так было тоже неприятно, я думаю, вообще. Я не видел, что она там тянулась каким-то там глобальным подарком, там еще что-то прям говорила мне, купи мне эту сумку там за 300 тысяч. Не было такого, вообще не было. Мы кайфовали, мы легко так жили спокойно на выдохе, но там, знаешь, все сами придумали, там это тут вообще ни при чем. И когда она мне сказала, что мне позвонили и позвали на холостяка, я поверил в это. Но сейчас я понимаю, что это не так было. Я понимаю, что это был ложь, что на самом деле заявку отправила она сама туда. И после этого позвонили. Меня зовут Даша. Я Даша Кликина. Это хитрость, это все как будто вот прям поэтапно, поэтапно и все. Обидно реально, обидно как молодому человеку, как мужчине, обидно реально. Доверял прям, жестко доверял. И прикинь, и вот так, утроз, и пау. Л, it's for the way you look at me. О, it's for the only one I see. В, it's very, very, extraordinary.